а здрасте друзья всем привет уленьки у нас продолжается золотой колос продолжаем и прохождение нашей супер мега карьеры и у нас прошло два игровых дня с момента последней серии и в общем то что за эти два игровых дня произошло погнали по порядку во первых друзья у нас построилась тела точнее отреставрировалась теперь она выглядит немножко по-другому ну то есть как немножко по-другому она выглядит как новая как будто конечно построена далеко в совке но все равно свежо отреставрировали получили за это плюс к рейтингу плюс 3 также друзья на 18 поле я его засадил морковочкой и собрал урожай из этого поля у нас получилось 108 кубов моркови в тот раз зачем я сюда посадил потому что у нас есть контракт вот такой вот на морковь еще 49 часов выполнено короче говоря собрал я с него 108 кубов ровно потом я посчитал и подумал что нам не хватит 2 урожая с этого поля на то чтобы выполнить контракт но контрактах на чужих полях была уборка моркови я подумал что можно стырить оттуда 20 кубов которые не хватало по факту там по 18 не хватало но я решил найти 20 с запасом короче я вот где-то там сзади вы наверное видите каким образом я это поле убирал эти 20 кубов собирала так вот криво итоге стырил отвез и стало 128 кубов у нас привезенных вот здесь соответственно если мы отсюда еще раз соберем те же самые 108 как и в первый раз то нам этого хватит на выполнение контракта плюс там еще какие-то сущие копейки останутся на продажу но я просто запасом брал самое главное что мне все равно хватило то есть там реально было излишков на 20 кубов и хватило тютелька в тютельку то есть там контракт завершён был практически когда я выгружался но хватило и это прекрасно поэтому наша задача на сегодня собрать эту морковь выполнить контракт и получить еще одну единичку к рейтингу также в одну прекрасную ночь мне пришло сообщение что у меня хотят купить баклажаны по очень выгодной цене я соответственно на это согласился правда я не знал большая эта цена на тот момент или нет и посмотреть не было возможности потому что тут видите кнопочек не никак то есть то ли да то ли нет я в общем то это все дело отдал им нам привалило там около 200 тысяч за эти баклажаны и оказалось что эта цена 1500 которые мне предлагались она в полтора раза выше чем обычно цена на баклажан поэтому наверное стоит всегда соглашаться на такое приглашение также друзья у нас есть еще снабжение пшеница можно вот сюда вот это вот дело тоже вывести это нам дело тоже надо сегодня отвести сегодня последний день у нас 10 мы последние отвозим и этот контракт на снабжение у нас тоже выполнено за сколько и серии это я его выполнял в общем-то до 10 игровых дней почти без перемоток и он наконец-то тоже будет выполнен так что вот такая вот интересная история и плюс друзья еще между этими двумя сериями у нас прошел стрим который по сути дела был довольно таки давно наверное для вас аж 15 декабря просто сами понимаете серии немножко наперед пишутся и на этом стриме мы полностью продали с наших складов во-первых степлиц мы продали все абсолютно кроме клубники потому что клубника у меня еще здесь растет зреет наверное я ее оставлю пускай лежит а также если мы залезем на склад то мы соответственно продали абсолютно все семена потому что у нас теперь рейтинг больше 35 и мы можем покупать семена второго сорта а весна вот от этого всего мусора мы избавились а также все зерно кроме пшеницы и чменя ржи и кукурузы я уже говорил что мы будем собирать именно эти культуры и сеять потому что первое производство которое мы будем брать это будет мельница а там перерабатываются именно вот эти вот четыре культуры соответственно все остальное я продал что-то там собиралась когда-то из-за контрактов что-то там излишки какие-то наворованные короче все мы дело по продавали и у нас теперь есть полтора миллиона денег и это круто это значит что сегодня будет новая техника потому что деньги надо тратить но друзья давайте со всего по порядку первую очередь друзья нам нужно завершить контракт и поле это еще я так понимаю не созрело да она еще далеко не созрело но начнем и из того что завершим снабжение на пшеницу погнали это и не сделаем хоп друзья и контракт на поставку товара пшеница у нас тоже выполнен это прекрасно да и один литр загрузил лишний на всякий случай а вось там не хватит я всегда так делаю этот контракт мы пока оставим висеть здесь раз уж он открыт да и вообще по рейтингу у нас уже седьмой контракт выполнен с уже 38 рейтинга это классно значит контракты будут все жирнее и жирнее а также мы сможем покупать что-нибудь большое этого товарища мы значится отправляем домой а сами погнали в магазин не знаю почему но мне вот нравится приходить именно сюда для того чтобы что-то покупать это прикольно прошлых сериях друзья мы купили два новых классных трактора и соответственно сажалку и культиватор к нему по факту для полного счастья нам нужна еще какая-нибудь штука с селкой то есть опять таки трактор с селкой как я уже говорил я люблю так чтобы был трактор подсоединен отдельный для какого-либо инструмента и начнем мы тогда селки а селку друзья мы с вами возьмем вот такую вот 12 метровую 5800 литров она вся вмещает да она не умеет культивировать и удобрять но ничего страшного мы справимся и без этого главное что у нее большой бункер она кстати требует всего 150 лошадей ответственно можно будет не очень крутой трактор для этого дела покупать ответственно сто семь тысяч день мы на это дело тратим и надо найти трактор на 150 лучше 200 лошадей может быть даже в средних тракторах что нибудь такое мы классненько и найдем например вот джоник 280 лошадок вполне себе нормальный вариант или вон класс на 205 лошадок давайте его возьмем можно в принципе мы более мощную движку поставить но слишком много денег надо переплачивать за это хотя деньги у нас есть блин даже не знаю что выбрать а или кейса вон кейса точно хочу кейса 5 таки можно чуть чуть побольше движку поставить пойдет то же самое как обычно ставлю всегда широкие шины и балансировку не знаю зачем я это делаю но мне так внешне больше нравится и система gps мы на всякий случай тоже сюда пихнем ответственно вот эту вот игрушку мы берем остается у нас миллион двести денег и соответственно их тоже надо как-то потратить и знаете на что мы их потратим мы их друзья потратим еще на чизель культиватор чтобы убирать пахоту тоже возьмем крутой топовый правда он всего на 8 метров шириной у нас есть на 4 может быть проще взять 2 на 4 и отправлять два трактора работать или брать крутой но он требует 420 лошадей кстати эта идея можно два трактора отправлять работать почему бы и нет мне эта идея нравится давайте возьмем 2 тогда тоже 4 метровый желтенький мне эта идея нравится как бы только парковочное место прописать какое-то интересное ему соответственно 140 лошадок нужен трактор можно взять тоже класс попробовать я думаю что этот на 140 да у есть на 140 лошадок движок пускай будет не так дорого стоит тоже тогда берем это дело 109 тысяч слушать это нормально мне нравится как это в какой в какие деньги это обошлось это прекрасно убирать пахоту теперь будет чуть-чуть побыстрее но и на этом у нас покупки друзья не заканчиваются мы друзья переносимся с вами еще и в садовый центр потому что у нас сегодня третий урожай теплиц сейчас созреет тут уже плодоношение 90 процентов после этого соответственно мы выгрузим наш грунт и надо загрузить другой ответственно чтобы загрузить другой его нужно сначала купить и отвезти в общем-то этот игровой день я потрачу когда будет свободное время на вот эти вот все перевозки но сейчас что мы пока что его купим клубнику я пока что трогать не хочу пускай лежит на складе авось еще это ли контракт или еще что-нибудь прилетит в этот день я ничего засаживать игровой не буду будем заниматься перевозками но сначала купим покупаем мы все это дело вот тут а нам нужен обогащенный грунт и нам надо 700 кубов купить я надеюсь всего столько есть а его столько есть это прекрасно 51 тысячу мы на это тратим его покупаем ответственно будет время я его сюда перевезу но и также друзья нам надо купить семена для посева мне кстати еще пришел еще один контракт на рожь на 141 куб нас правда это самая рожь немножко на складе лежит правда меньше чем надо нам надо еще 30 кубов ответственно наше маленькое поле я предлагаю засеять рожью и вот как раз приехал урал который это все дело у нас отвезет на базу чем мы его семенами ржи затариваем и пускай он это все дело отвезет сейчас на базу выгрузит и мы сможем эту самую рожь потом сеять на нашем большом поле правда когда его убирать буду я не знаю потому что там еще только вторая стадия созревания в общем-то друзья сейчас я перегоняю нашу новую испеченную технику на базу там кстати для сеялки есть уже парковочное место я выделил специально так что можно его в принципе сразу же назначить для чизеля потом что-нибудь придумаем хотя можно его будет поставить рядом с другим чизелем и будут они вместе такие стоять фиатик и кейс смотрите есть у меня парковка с тремя вот этими вот штуками я просто не знал что здесь что там конкретно будет стоять но сейчас можно переименовать эту локацию будет парковка селка соответственно назначаем парковку на трактор и на саму селку и отправляем на парковку единственное но надо сначала открыть это место это ферма бокс номер 4 открыть ворота они там откроются трактор запаркуется все прекрасно ну а кейсы я перегоню вручную когда у нас созреет морковь а это вроде как должно будет в 8 часов случиться мы с вами опять встретимся да вот так вот он паркуется сам то есть он когда закончит убирать поле он сюда приедет и сам припаркуется единственное только вот он не умеет гараж закрывать но ничего это легко исправляется можно и самому и соответственно классу я кстати тоже назначил парковочное место вот он сейчас на него едет я проверяю как она работает сможет ли он аккуратненько задом стать потому что это мне очень аккуратно записывал этот маршрут может врезаться в гараж и увидит там преграду я надеюсь что этого не случится и он сейчас прекрасно заедет и станет на парковочное место это будет прекрасно но уралт кстати у него тоже есть он поехал туда он молодец в нем я не сомневаюсь а нормально класс разворачивается и становится туда куда ему надо прекрасно да конечно я гораздо ровнее сюда заезжал но главное что он просто заезжает и становится туда и хоп прибыл на парковку двигатель заглушил валерон уволился вот так вот они прекрасно стоят ответственно после того как они поработают они будут приезжать сюда сами это это мне нравится и будем отправлять их работать парой это лучше чем держать один гигантский чизель культиватор в общем-то ждем созревания моркови она кстати созрела опаньки слушайте классно сразу же тогда погнали ее убирать погнали убирать и убирать и сегодня буду ручками не знаю почему мне так хочется помогать разумеется будет ему man точнее ему мне ставим ему работу с комбайнами ездить его надо будет с поля номер 18 боже как много точек уже уже начинаешь путаться в них надо их тоже по папкам будет разбросать парковки отдельно сделать но это ладно потом man понятно отвозить ты будешь на точке продаж универмаг вот все давай за работу мешает ему наш суперский комбайн вот эти взят в аренду если что что мы сейчас соберем морковочку из аренды его сдадим в общем-то погнали это все дело по быструхи уберем я надеюсь что 108 кубов там получится и а 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 Субтитры делал DimaTorzok Мы собрали меньше чем пол поля, уже 55 кубов насобиралось Хотя с учетом прохода по периметру может быть и больше чем пол поля В любом случае, первые пол поля у нас собраны, довольно таки быстро это получилось сделать Ну да, такой махиной, такое большое поле, точнее маленькое поле Я думаю проблем с этим возникнуть в принципе-то и не должно было В общем-то сейчас вот этот манг к нам подъедет, разгрузит нас, мы поедем собирать дальше Но мы ждем, ждем пока он разгрузит, потому что надо сделать еще кое-что Давай дружище, быстрее, о, разгружает, красавчик На автодрайве замечательно просто, вот этот подъезжает техники, даже свеклоуборочные, даже картофелеуборочные Можно оставить их и не париться, все прекрасно работает На морковочку загружаем, морковочка здесь выглядит кстати вот не очень классно Мне не очень понравилась текстурка, потому что она какая-то слишком маленькая Мне кажется морковка больше по размеру, по отношению там к ману например Но что есть, то есть, не важно Соответственно вот это у нас все дело разгрузилось, он поедет это все дело сейчас отвозить Мы этого товарища пока оставляем здесь, потому что пора начинать это все дело культивировать Мы же время терять не будем У нас этим будет заниматься по старинке фиатик наш Соответственно ему генерируем маршрутик И совместно работающих орудий мы ставим два А еще, ладно, пускай будет челночный, по обычному маршруту два работающих орудия Соответственно ты дружище у нас будешь работать слева Ставим тебе несколько орудий на маршруте со стартовой точки и все Выбираем теперь здесь 18 поле, ставим курс плейчик, чтобы ты начал работать И отправляем тебя соответственно работать Он приедет и все у него будет прекрасно Далее класс, ему загружаем маршрут из товарища, который уехал работать Ставим ему работать уже справа Соответственно то же самое, несколько орудий на одном маршруте И давайте поставим ему 300 метров Держать дистанцию, потому что там последняя проходка Может быть с ней какие-то проблемы могут быть Во, ну и так как это новый у нас трактор Он не знает о том, что нужно ездить парковаться ему Поэтому ставим его для разгрузки наполнения и парковки Разгрузка наполнения, я так понимаю, в данном конкретном случае Он съездит без проблем заправиться, если у него в середине топливо откажет Закончится Ну и соответственно тоже давай, дружище, со стартовой точки Крузплей мы закрываем И поле номер 18 Хоп, и ты тоже едешь работать Сейчас они вдвоем приедут и вдвоем будут работать С интервалом в 300 метров друг от друга А мы тогда возвращаемся вот к этому товарищу Морковный наш барон поехал отвозить морковь А мы поехали собирать тогда оставшуюся, которая у нас здесь осталась Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж друзья, у нас плохие новости, нам не хватит урожая сейчас По-моему В прошлый раз было 55 и 53 куба, сейчас 55 и 46 с половиной Не знаю, что это зависит с учетом того, что поле не требовало известь Было вспахано и удобрено, оба раза полностью все одинаково Семена одного и того же сорта всегда сажались, хрен его знает Но есть вероятность, что сейчас не хватит нам Если мы сейчас посчитаем точно То надо привезти еще 50 101 литр А мы собрали 46 500 Соответственно 4 куба, 3 с половиной Нам не хватает для выполнения контракта Это на самом деле грустно Благо, есть еще двое суток на все это дело И может быть, может быть У нас где-нибудь еще растет морковь Морковь Оп Нигде морковь у нас, друзья, не растет И это печально И нету даже контрактов на посадку моркови Ладно, будем их еще штудировать Видимо, этот комбайн мы пока что не сдаем Он остается у нас во владениях Ради 3,5 кубов моркови, честно говоря Сажать еще раз это поле у меня желания нет никакого Поэтому проще будет ее потом откуда-нибудь украсть Я надеюсь, за ближайшие 2 дня Кто-нибудь из NPC посеет морковку Чтобы нам немножко проще жилось А если не посеет, то мы принудительно заставим Да, я такой Так что ладно Вот эти пацаны, короче, пускай работают А мы сейчас вот этого вот товарища запаркуем И посмотрим, что у нас творится в теплицах Потому что в 8 часов утра я примерно в 8 там делал посадку Только сначала вот этого товарища мы запаркуем А, ты что, ты так не залазишь Тебе надо сначала складывать, я помню Клабок же сложно хотя бы залазить Во Нормально, для него здесь отличное место Во, надо, короче, друзья, вот это вот все дело еще будет полить удобрениями Посыпать известью Тут, короче, много всего надо будет делать А ты давай, дружище, есть Разгружайся Планируй путь и давай, короче, шуруй На большом поле у нас, разумеется, пока что ничего не созрело еще Там оно посажено было в районе 2 часов дня Поэтому созреет часов в 11 примерно Ну а посадку вот эту вот мы сейчас замутим Все и удобрим Короче, перейдем это поле в порядок И засеем сюда рож Я подумал еще на большое поле Я тоже засею рож Потому что мы сейчас от всей ржи избавимся по контракту Так что пускай она будет Лишней не будет Это же рож Рож классная Так, ты там поехал? Ты поехал Ты красавчик В общем-то За кадром у меня продолжится посевная вот эта вот уборочная Все пособираем Я так понимаю, что контракт мы на морковку не выполним Значит будет он в следующей серии у нас завершен Может кто-нибудь из соседей вырастет морковку И мы возьмем тот контракт и немножко у них своруем Может быть стримчик проведем на эту тему Может еще что-то проведем В общем-то я всем этим занимаюсь Мы встретимся уже в следующей серии, друзья Кто хочет смотреть серии заранее Можете оформить дешевенькую спонсорку И вообще, кстати, всем спонсорам Огромнейшее вам спасибо-приспасибо за поддержку А также, друзья, не забывайте про лайкусики, комментарии И если вы не подписаны, то подписывайтесь Вообще много всего впереди у нас интересненького На этом, друзья, у меня все Всем огромное спасибо за просмотр С вами был Никита Дилэй Всем пока-ки